как я переделал систему питания этого трактора этого мотоблока потому что считаю что в стандартном исполнении она крайне малоэффективна про что видео уже было ссылку оставлю внизу можно посмотреть переделал я его по образу и подобию своего мотоблока на своем мотоблоке 7 лет назад еще на новом эту систему топливную я переделывал она мне на тяжелом мотоблоке тоже не понравилось и так как она себя очень хорошо зарекомендовала за 7 лет эксплуатации проблем с ней не было по той же схеме переделал и на этом мотоблоки значит что изменилось пока фильтр родной в баке я оставил из краника вывел шланг на фильтр отстойник от тяжелого мотоблока точно такой как на тяжелом мотоблоке этот фильтр отстойник я переделал так как у себя видео я оставлю внизу смотрите кому надо фильтр отстойник на дизеле должен быть обязательно дизель без фильтра отстойника практически смертник вода в солярке есть всегда и ее надо ловить воду в солярке может поймать только фильтр отстойник мельчайшие частицы воды он ловит поэтому его надо ставить обязательно так ну на топливной системе получилось два краника теперь так как на фильтр отстойники тяжелого мотоблока краник крайне хреновый то он будет всегда открыт стандартный краник этого мотоблока он хорошего качества родной то пусть остается но это издержки производства так с фильтра отстойника идет шланг на обычный фильтр автомобильный стоит на моем мотоблоке такой фильтр и чудесно фильтрует солярку без каких-либо проблем здесь делаем тоже итого получается два фильтрующих элемента так здесь я сделал такой держатель для шлана потому что место для фильтра в этом мотоблоке мало пришлось изворачиваться вот таким вот способом ну может кто-то придурит способ получше и соответственно с автомобильного фильтра топливопровод уже идет непосредственно на топливный насос высокого давления пробовал я поставить три бумажных фильтра стандартные в баке фильтры отстойники и соответственно вот этот вот автомобильный через три бумажных фильтра солярка уже не проходит проходит плохо на холостых мотор работает а уже под нагрузкой как даешь газу начинает захлебываться не хватает топлива поэтому максимум что можно поставить сюда это два бумажных фильтра и того получилось один в баке стандартный фильтр отстойник не имеет бумажного фильтра он переделан и бумажный фильтр простой автомобильный вот собственно и вся система в этой системе есть один недостаток она так как она стала очень длинной она очень долго развоздушивается то есть две-три минуты после заливки солярки и прокачки мотор работает с перебоями пускает белый дым вот но потом через две-три минуты он сам себя прокачивает и уже после того работает вполне себе нормально так что владельцы данных мотоблоков то имеет рекомендую переделать топливную систему по другому или так как я или может кто-то придумает что-то лучше новее интереснее но переделывать ее надо потому что в стандартном исполнении когда топливная шланга с бака идет прямо в топливный насос высокого давления никуда не годится такая топливная система ходить долго не будет топливный насос и будет постоянно вылетать иметь повреждения от абразива и соответственно будет вылетать форсунки теперь топливная система этого мотоблока имеет тройную очистку первое фильтр топливном баке вторая фильтр от стойник ловит воду и третий автомобильный фильтр но хозяину я посоветовал после того как забьется фильтр в баке этот фильтр выбросить оборвать на нем бумагу оставить только пластмассовый каркас для того чтобы держался краник топливный и больше его там не применять пусть останется только две ступени 2 ступеней для очистки соляры на мотоблоке хватает при его расходе этого хватает у меня на тяжелом мотоблоке две ступени хватает за глаза в общем обещал я показать как ее переделать эту систему показал кому надо пользуйтесь кому не надо не пользуйтесь пишите в комментариях кому нравится кому не нравится но сделал я вот так после переделки этот мотоблок уже отработал осень несколько месяцев хорошей работы и проблем с ним хозяин вроде как не имел не жаловался ну все всем пока пока